Сказка про семерых козлят с плохим концом. Жители села Аликова бьют тревогу. Каждый день дикие собаки загрызают сразу несколько коз. Откуда приходят свора, неизвестно. Что делать в такой ситуации, местные жители уже не знают. В поисках решения проблемы в село выехала наша съемочная группа. Утром 19 августа Ирина Александрова отвела своих четырех коз на пастбище. Ничто не предвещало беды. Как обычно, она привязала их на лугу и пошла полоть грядки. Только вот в тот день обратно в сарай вернулись только два козленка. Мне сосед кричит. Ира, у тебя там на коз собаки напали. Ой, Господи, думаю, все. Пришла, там народу много. Действительно, разодрали козлика моего. Вообще, выпотрошили, загрызли даже. Лежит на боку, а коза лежит и вся шея в крови. Там еще одну козу. В общем, эти собаки убили. Ирина Станиславовна далеко не единственная в селе, кто потерял коз. Такая беда обошла почти все хозяйства Аликова. По словам жителей, стая небольшая, четыре собаки. Несмотря на это, им по зубам даже добыча покрупнее. 31 июля в этом году у нас одну козу убили, взрослые, двойные. Другую поранили, ели, ели. Потом через час уже на коров напали. Четыре собаки большие на коров напали. Я в полицию обращалась, Алина написала. Они не хотят принимать Алини. Знаешь, так у кого говорят? Я говорю, знаю, в молочном заводе эти собаки. В молочном заводе большие были. Смотрю, раз, черное что-то, две собаки большие, и щенята из травы выскочили. А там, смотрю, козленок лежит. Ну, думаю, нашего тоже раздрали. Зову-зову нет. А собаки убежали. Раньше на этом лугу паслись около 30 голов. Теперь пастбище опустело. Сейчас жителям приходится нести почетный караул. Дежурит посменно. По очереди выходит смотреть за своими животными. Какое-то время до 30 голов было у нас. Сейчас пятеро голов. Мы, хозяева, ходим где-то 5-6 раз в день. Выходим, посмотрим, ага, все ли нормально ли. И вот целый день вот так ходим зад-вперед. Жители попросту боятся отпускать своих коз на пастбище. А потому и находят альтернативное решение проблемы. Держат на коротком поводке. В прямом смысле. После этих собак-убийц теперь коз боимся бы выводить в поле. Там трава растет у нас зеленая. Свои участки есть. Не можем выводить. Вот по улице вот так шатаются они. Пизень кушают, крапиву кушают. Еле-еле живут. Как рассказывают жители, начиная с конца июля, без потерь не обошлось ни дня. Меньше чем за месяц. Минус 20 голов. В поисках решения проблемы обращались и в полицию, и в прокуратуру, и главе сельского поселения. Добиться ответа так и не получилось. И в административу ходили. Нельзя, говорит, трогать их. Все. Сказали это, смотреть будем, сказали они. Ну, что смотреть. Мы заявлены подавали в ансоем месте. Сейчас, наверное, тогда сказали, нам их убивать нельзя. Все. Ловите, сами, говорит, и приведите. А как мы будем ловить их? А они бы пригласили ловить их и увезли бы куда-нибудь. Многие думают, что собаки прибегают с молочного завода неподалеку от села, как раз со стороны Луга. Однако глава поселения заверяет, что лично выезжал на место и проблем с собаками на заводе нет. В этом году в поселении предусмотрен отлов 11 безнадзорных. Ну, а пока вся беспокойность аликовцев в детских рисунках на асфальте. Вместо цветочков, домиков и человечков белым мелом корова, а рядом злой волк. Анна Сынтовская, Бахтияр Велиев, Республика, Изаликовского района.